Мы находимся в городе Дмитров, за спиной Дмитровский Кремль и огороженной обваловочной стеной. Мы едем к Кушелеву Александру Юрьевичу. Александр Юрьевич утверждает, что это инопланетяне. Вот, и на этих словах прям... Звучит колокол. Да. Давайте заберемся наверх. Кушелев посчитал объем, сколько здесь земли. Значит, начнем с того. Сколько весит Дмитровский вал? Да-да, я сказал, что вы посчитали и сообщите эту цифру. Да, так вот оказывается, что он весит полмиллиона тонн. И историки понимают, что полмиллиона тонн за год не насыпешь. Деревянные лопаты без стоможиков. Вы говорят, что храм строили столетиями. Официально считается, что этот вал насыпали сотни лет. Да-да-да. Вот, и он сначала был очень маленький, потом все выше, выше, выше. По мнению местных краеведов, люди древности насыпали вот эту вот стену вокруг Мистеровского Кремля, чтобы защитить от набегов и так далее. А по версии Кушелева, здесь была запруда, не было никакого. То есть храм, наверное, был как магнетрон, но мы кушали его, послушаем. И это все обваловка. И сюда запускали воду. Ну, это был определенный элемент техпроцесса. Интересно, очень. Очень высокий. Да, вот только на арку. Как вы считаете, могли люди накопать ведрами? Ведрами. Лопатами? Да. Давайте пройдем в ту сторону, если мы спустимся. А сколько он получается? Ну, вокруг спутниковой фотографии есть. А там есть пусты? Да-да. Так, вот, подошли к следующему ракурсу. Вот здесь проход можно посмотреть. Держи Владимирович, ну что, можно было заплатить? Мне сначала показалось, что он стоит на высоте. Ну, то есть это просто холм, и на холме стоит храм. Но сейчас мы видим вообще-то, что это ров. Ну, не ров, а холм, который... Вот сколько метров? Метров 15-20? Больше. 25. Так, ага. И, ну, нереально это специально накопать, или, ну, по крайней мере, не, там, 100-200 лет назад, чтобы сделать такие... То есть о чем, Малкси Тарантии, дорогие друзья? Не надо лететь в Перу, в Мексику. У нас здесь инопланетные остатки под ногами. То есть повысить привлекательность туристическую внутри России очень просто. Достаточно признать присутствие иных цивилизационных следов на планете Земля и огромное количество мест по-новому откроется для землянина. Это не просто средство культа. Это нам подсказки, закамуфлированные под некие культовые сооружения. Но на самом деле все не так, дорогие друзья. Вот для меня, например, сынок сейчас, то, что на этом храме есть вот эта икона Георга Победоносца. Так, и что это за знак? Ну, на самом деле это самый древний знак, который говорит нам о победе над невежеством, защитой. А я слышал, что он под уздечку ведет. Есть другие, да, варианты, когда он ведет его дракона под уздечку. Ну, просто сам Георгий Победоносец для меня имеет какое-то глубинное значение. И какой-то внутренний трепет, и внутреннее уважение. И это как знак небес, что, о, вот это. Давайте послушаем, что Александр Юрьевич говорит по этому поводу. Да? Да, конечно. Это очень интересно. И вот здесь необычный, вот надо зайти туда вовнутрь, потому что даже отсюда видно необычную архитектуру этого строения. Потому что колокольня стоит как бы отдельно, и вход идет вверх. Обычно она, ну, вход не через вот это, не через колокольню. Можно подумать, что здесь пристроили больше. А колокольня была отдельным технологическим изделием. Ну, может быть, когда вход был с другой стороны. Да. Непонятно. Смотрите, какая высота огромная. Да, какая высота. Вот Куша говорит, что здесь была как раз перемычка. Воду спускали, запускали. В общем, это можно будет услышать все версии Александра Юрьевича, конечно. А вот эта вот набережная Булыжникова, она, как сказать, перворазная? Вот на воде, конечно. Это вот как раз пример того, какие вот были доступны технологии. Тут когда говоришь... Пап, пап, фоткай! Фоткай! Пап! Нет, видишь, на поводке держит женщина-дракона-то. А, на поводке держит женщина-дракона-то. А, ну вот это новое прочтение. Раньше не было, я не видела, чтобы женщина была там, на поводке держала. А кто это у него сзади сидит? Какой-то маленький человек, который держит пупшую воду. А, видишь, он своим хвостом еще обвел ногу лошадью. Да. Где же? Ну, кровь или огонь бежит из его рта. Она такая говорит, пойдем-пойдем домой, домой, пойдем домой. Это Георгий Победоносец? Да, да, это Георгий Победоносец. Все, в продолжении нашего разговора по поводу невозможности постройки. Вот вам представили постройку, а вот каналы имени Москвы. Откопали. Выкопали. Откопали. Там уж есть еще есть. Откопали, расчищали. И метро расчищали. И здание, и все, все, все. Вот откуда эту землю, вот которую здесь, вот откуда эту землю взяли? Это же много. Откуда ее срезали, привезли? У нас кушали все посчитал, сколько это тонн. Математически, со спутников все обсчитал. Я думаю, это несложно рассчитать. Нет, несложно. Рассчитать, может быть, несложно, а мы сейчас говорим о технологических возможностях. Возможно, это тоже. Возможно, это тоже. Возможно, это тоже. Возможно, это только увеличенный плаштаб. Какие чувствуют? В увеличенном, да? Ага. А на чем они везде? Дорогие друзья, глобальная волна. Юлия Токмянина снова в гостях у Александра Юрьевича Кушелева. И мы сегодня хотели поговорить об очень интересных вещах. По дороге сюда мы заехали в город Дмитров и посмотрели Дмитровские валы. Удивительнейшее создание, даже не создание, это какой-то 25-метровый вал вокруг храма, который имеет два входа, вход и выход, видимо, как врата или еще что-то. И это сооружение, которое не поддается объяснению, для чего это сделано. В целях оборонения бессмысленно, потому что непонятно, что нужно охранять в этих храмах. В целях защиты, от кого это очень небольшая территория, каким образом это было сделано, какие технологии были применены в создании этих валов. Мы даже поговорили с детьми, которые предположили, что это, конечно, было сделано руками, сделано телегами и ведрами. Но Ярослав Петрович считает, что это другая версия происхождения. И поэтому мы специально приехали к Александру Юрьевичу, чтобы узнать его версию данного объекта. Мы предположили, что это инопланетяне, дети были в шоке, что в научной среде и в советской науке, в советской научной парадигме инопланетяне никогда не рассматриваются как источник, как вообще возможное участие в какой-либо деятельности. В американской культуре это норма, там даже есть в учебниках история про пришельцев, про встречу с летающими тарелками. В российской традиции науки никогда не говорится об иноземном происхождении, об инопланетянах, о летающих тарелках. Все это считается сказками, вымыслами и невозможностью отсловаться всем. Ну вот у Александра Юрьевича есть какой-то свой ответ на этот вопрос. Что же это такое? Значит, начнем с того, сколько весит Дмитровский вал. Да-да, я сказал, что вы посчитали и сообщите эту цифру. Да, так вот оказывается, что он весит полмиллиона тонн. И историки понимают, что полмиллиона тонн за год не насыпешь. Деревянные лопаты вместо мужиков. Поэтому официально считается, что этот вал насыпали сотни лет. И он сначала был очень маленький, потом все выше, выше, выше. Но я пошел по этому лаву и обнаружил, что с северной стороны есть промоина. То есть внутри стояла вода для краев и смыла тысячу тонн на север. То есть два входа, там же два таких прорыва. С одной стороны и с другой стороны. Вот, значит, там есть южный, точнее юго-западный и северо-западный проходы. А с северной стороны там прохода нет, но вода переливалась через край и смыла тысячу тонн самую узкую часть, которая на север выходит. Вот, и спрашивается, если, значит, вода переливалась через край, под водой-то разве дома можно строить? Под водой дома не строят. Подождите, что через край, что эта вся котловина была наполнена водой. Да. И этот вывод делаете, что вы заметили следы перелива через край. Да, там смыто тысяча тонн грунта. И не было там никакого храйма и никаких построек. А под водой же нельзя построить? Ну, то есть сначала это был просто котлован, в котором была вода. И вода промыла промоину. Потом вода вся ушла. И потом на этом месте, прямо в центре, стали строить храм. Вот такая последовательность. Причем даже она не вся ушла. То есть там водоем остался. Да, там есть водоем. Ну, потому что там маленький водоемчик. Остался. Вот. И, значит, получается так, что когда люди туда пришли, то весь вал уже был готов и даже размыт. И уже вода ушла. Почти вся осталась только водоемчик. Потому что там в летописях нигде не написано, что там был высокий уровень воды. Это только видно на северной промоине, что там была вода. Ну, вот. А это значит, что вал был уже когда люди туда пришли. Значит, его никто из людей не строил вообще. Но его могли приспособить, конечно, и как крепость, так как и высокий берег реки. Любой обрыв можно приспособить под военные цели. Вот. Но это только начало. Дальше я пошел по валу и смотрю, что внутри-то уровень грунта выше, чем снаружи. То есть внутренняя часть, она более выше. Ну, вот. И я решил померить. Там рулеточкой померил, а тут рулеточкой. Там получилось 7,5, а здесь 11 метров. Значит, 3,5 метра лишнего грунта внутри. Вот. Тогда, значит, я прикинул, получается, что сначала, значит, сгребали грунт вокруг и насыпали холм. Этот холм был диаметром 266 метров и высотой 93. То есть это в два с лишним раза выше, чем храм. Это было все землей засыпано. А потом, когда этот холм уже размыло, там все было вокруг, везде была вода. Вот. И водой смыл этот холм, он стал вытянутый. Вот. Холм – это пустая порода от добычи драгметаллов, поэтому его копать смысла нет. Тогда, значит, стали собирать новый богатый драгметаллов грунт и уже насыпали по периметру холма вал. То есть там сначала холм, потом его размыл, это размытый холм, и по периметру размытого холма насыпан вал. Подождите, вы говорите про холм, а это ведь котловина. Ну, она выше, чем наружный уровень, на 3,5 метра. Наружный уровень, как бы, вот эта часть? За пределами вала ниже. И за пределами вала ниже, да. За пределами вала уровень грунта ниже на 3,5 метра. Но там где самая высокая часть, естественно. С южной стороны. Вот. А с северной стороны там и самый уровень вала всего 6 метров. То есть здесь 14, а там 6. То есть я на глаз определила 25, это неправильно. То есть 14. Да. Высота. Причем 14 это на самом деле до дна рва, который выкопали уже люди. Специально уже в 19 веке, чтобы сделать вис, это было все сделано людьми. Вот, то есть ров копали люди. Потому что как-то так вал стоит, а рва нет. Как-то так. Нехорошо, надо поправить. И чтобы история не нарушалась. Вот. И получилось, что холм-то вообще весил 4 миллиона тонн. И его размыло уже много миллионов лет назад. То есть насыпали его, может быть, и 300 миллионов лет назад. А вал могли насыпать и 65 миллионов лет назад. Ну вот, а проба воды, там же внутри источники, вот. Я взял пробу воды, ждал, добыл спектральный анализ, а там в тысячу раз больше галлии, чем в среднем. То есть я посчитал, что в этой зоне за два приема добыли сначала 40 тысяч тонн галлия, это вот когда холм досыпали. А канавал еще 10 тысяч тонн галлия. А 50 тысяч тонн галлия, это все равно полмиллиона тонн золота. То есть там очень хорошо, да, были драгметаллов. Сейчас надо для зрителей канала пояснить, что добыча галлия – это выпаривание воды. То есть из воды получали дополнительные, ну как бы через выпаривание получали драгметаллы. И галлия один из этих. Да, вот сегодня у нас галлия получается попутно с алюминием. Причем алюминия обычно в 3000 раз больше, чем галлия. А когда pH среды, где находится месторождение в пределах от 7 до 10, то галлия отделяется и выходит раньше, чем алюминия. И получается, что концентрация галлия всего в 3 раза меньше, чем алюминия. То есть это тысячекратное превышение по отношению к обычной норме. А как вот этот механизм, то есть вот у нас, представим, вот у нас есть ров, он заполнен водой. И из этой воды каким образом получается галлия? А там не из воды добывали. Там просто обогащенный галлием грунт сгребали, пропускали через какой-то комбайн и пустую породу насыпали в виде вала. Встречный, да. Сначала холма, а в следующий раз вал. То есть это просто пустая порода, как вот террикоды. Подождите, но мы же говорим о том, что был котлован и была вода. В моем представлении было, что, ну, по крайней мере, раньше, когда мы смотрели на помещение, здание, там стоял храм, вокруг него были вырыты рвы или какие-то водоканалы. И, ну, мне объясняли, что с помощью этих водоканалов вот эти здания являлись выпаривателями, и оттуда получались драгметаллы. То здесь-то мы этого вообще не видим. Да, здесь ситуация была другая. Здесь просто очень мощный был исток родниковой воды, который содержал большое количество галлия. И по окрестным местам, то есть в пределах там нескольких сотен метров, грунт был очень насыщен этим галлием, ну, оксидом галлия. Грунт? Грунт. И 300 миллионов лет назад кто-то этот грунт весь собрал, переработал, и нашел по холму массой 4 миллиона тонн. Подождите, ну, то есть я такая предполагаю, что вот идет какая-то машина, собирает грунт, вот так вот, потом из нее вот так вот высыпается порода, а в машине остаются какие-то драгметаллы. И он такой идет по кругу, вот так, что ли? По кругу это тоже летающие тарелки собирали, то есть это не... Подождите, ну, это же был, вот по кругу это же был котлован, уже там была вода. Котлован образовался, ну, вода появилась позже. То есть сначала насыплевал, а потом, значит, вода его начала заполнять, когда уже забросили добычу. То есть они насыплевал и улетели, а вода стала его наполнять. То есть в данной теории, получается, храм вообще никак не относится к получению галлия? Ну, храм относится. Но его там не было, там же была вода. Это может быть, во-первых, копия летательного аппарата, а во-вторых, это может быть мегалитический комплекс, который поставили как раз, когда уже насыпали вал. То есть этот комплекс, который мог выпаривать раствор, который там внутри еще и мешали. Ну, не осталось рвов от воды. А рвы не нужны, потому что внутри этого вала там, в общем-то, все и происходило. То есть они могли построить мегалитический комплекс, который сейчас вот подреставрировали в виде храма. А изначально это был, может быть, без крыши даже комплекс. Как без крыши-то? Фундамент мегалитический и симметричная конструкция, которая давала энергию, как магнетрон современный. Вот, хорошо, магнетрон современный. Как храмы связаны с магнетронами? Ну, магнетрон можно сделать из металла, например, из меди. А можно сделать из диэлектрика, например, вот из известняка, из мрамора, из гранита, из базальта. Ну, хорошо, а как связано архитектурное строение храма с магнетроном, который, как правильно, плоская форма? А вот если посмотреть в плане, какую форму имеет храм, разрезит. У него, кстати, изначально могло крыши вообще не быть. То есть это могут быть только фундамент и стены. И вот если сверху посмотреть, это прямо и есть схема магнетрона. Нет, без крыши здания это вообще не существует. Ну, это просто отсутствие какой-то логики. Это же для жилья. Для жилья, конечно. Ну, вы знаете, мы пришли, а тут стены уже стоят. По градирни крыши не имеют. Может иметь крышу, в Бальвике там и имеют. Как правило, градирни охлаждают, выпускают... И по крыше стекает. То есть там может быть и крыша. В Бальвике точно. Идут дожди, идет ветер, идет грязь. С воздуха как без крыши. Идет снег. Ну, это мелочи. Потому что там же процесс идет всего, например, несколько недель. И такой процесс, что там беговаты, гиговаты. И все кипит. И поэтому дождь, если капает, испаряется, если не долетая на этой градирни. Ну, вы считаете, что были построены такие архитектурные ансамбли, которые были не завершены, да, быстренько выпарили там какие-то драгметаллы. А потом такие, хоп, и стали делать крыши. Добыли, улетели. А люди пришли, говорят, ух ты, стены уже стоят. Давай-ка крышу сделаем. И будет дом. Отлично. Ну, туда же надо добраться. Это же надо знать геометрию. Это же надо знать архитектуру. Это же надо знать вот это. Все облазить и смирить. Ну, специалистов таких не было, чтобы строить так. То есть специалисты – это те, кто как бы знают от начала до конца всю архитектурную модель, как ее строить. А так, чтобы пришел такой, ой, вот тут я вижу крышу, вижу здание, но оно без крыши. И я вот знаю, как крышу сделать. Ну, вообще. А вот смотрите, начинают разбираться, что же это за конструкция. Фундамент мегалитический, стены там очень толстые, метровые, тоже мегалитические. А дальше идет что-то такое, кирпич какой-то, доски. То есть такое ощущение, что местные доделали. Но это тоже не факт, надо разбираться тщательно. Ну, тут вот еще нюанс, что везде в архитектурных ансамблях храмов одинаковые купола, одинаковые маковки, одинаковые, ну, вот эти вот строения. То есть это не может быть такое, что один такой пришел и сказал, я вот хочу вот так. И потом по всему миру это распространилось как норма. Да, вот вообще-то говоря, стиль обычно, если один стиль, то должно быть все одинаково. Ну, поэтому это единый архитектурный ансамбль, в котором как бы это выдержано для чего-то. Логично. То есть для меня это было как бы очевиднейшим историем, что если мы строим магнетрон, то он завершенная часть вместе с маковками, вместе с крышами, что эти маковки дают как бы энергию, разворот, там у них там есть высота. Нет, тут есть прежние нюансы. Одно дело магнетрон, супермагнетрон, а другое дело его могли замаскировать под звездолет. Потому что, когда прилетают конкуренты, то с чего начинается? Они стреляют в фальшивый звездолет, а навстречу им уже стреляют по настоящему звездолету. Где-то из кустов. Ну, послушайте, но построить звездолет из камня, который поднимается очень тяжело, ну просто... А зачем ему подниматься? Это же фальшиво. Вы видели, что фанерные самолеты летали на фальшивых аэродромах. А зачем делать фальшивые здания вот с таким как бы монументализмом, где лесенки сделаны из мрамора? Нет, это абсолютно идея, которая противоречит здравому смыслу. Как сегодня ребенок сказал, дверь высокая и большая, потому что мы входим в храм Бога. Ну, в смысле? Ну, какой? Тебе, чтобы войти, тебе нужно максимум, там, на 20 сантиметров выше твоего роста. Зачем тебе делать дверь в три раза больше, чем ты сам? Ну, просто должна быть какая-то осмысленная деятельность. А выкруси простая. То есть, если это элементы супермагнетрона, то там их и пропорции должны быть. Вот, соответственно, все крыши, все приходы, все вот эти анфилады, это какая-то необходимая часть магнетрона. Не может быть так, чтобы был срез только, а потом как бы стали там достраивать через какое-то время. Но вот маковки с крестами, это элементы звездолета. Кресты, может быть, это поставлены, но маковки вот эти все... А маковки с крестами, это тоже единое целое. Потом еще вот эти вот, когда стоит конус, и у конуса открытые какие-то элементы. Вот там какие-то... Там можно как бы говорить. А это вообще верхняя часть мобильного ускорителя. То есть, вот все эти конические, свинцовые, причем, крыши, на минаретах, на церквях, это ловушки как раз вот ионов, драгметаллов, которые ускорились, и надо их рассортировать по элементам, по изотопам. Но должны быть тогда какие-то помещения, какие-то инструменты, которые с этими ионами, с этими элементами должны что-то делать. Да, вот я разобрался на примере минарета. То есть, там были спиральные лестницы, мегалитические, это замедляющая система. И вот когда ионный поток летит по этой замедляющей системе, он, значит, вращается и разделяется по массам изотопов. И дальше там окошки, через которые вылетают отдельные изотопы. А кто их ловит? Летающие тарелки. А, как вы хотели? Летающие тарелки улетели, а окошки остались. В смысле, они должны стоять около окошек, что ли? А, оказывается, ловушки. Летающие тарелки. А ловушки, а как вы хотели? Если они на летающую тарелку прилетели, почему же в летающую тарелку не словить нужные ионы, нужные изотопы? Ну, можно сделать какой-то более простой вариант, чтобы ловить изотопы, поставить какую-то сразу штуку, которая будет в архитектурном ансамбле, ну, не знаю, там как в мельнице, собирать это и куда-то там передавать, где это можно аккумулировать и собирать. То есть, понимаете, нюанс, что им же нужны не все изотопы, которые идут из месторождения, а только там 2-3. А остальное – это вообще просто в атмосферу. Нестройная система, непонятно. Ну как, вот посмотрите, у вас по винтовой лестнице линии задержки движется поток ионов. И за счет центробежных сил ионы разной массы идут по разным радиусам. То есть, чем тяжелее ион, при том же заряде, он идет на большем радиусе. А дальше там, значит, те ионы, которые не нужны, их выбрасываются в окошко в атмосферу, там следующий пучок в атмосферу, а 2-3 пучка собираются уже в летающие тарелки, которые нужны. Например, галлий собирается, там какой-нибудь 57-й изотоп железно берется, а вот все остальное не нужно. А что, вы хотите сказать, что ионы железа обладают летучими свойствами? Нет, есть редкие изотопы. И, например, 57-й изотоп стоит дороже урана, а 56-й бесплатно практически. Ну, металлолом просто. Алло. То есть, с помощью каких-то вихревых потоков, которые находятся внутри этого здания, каким-то образом, которые возникают, по вихрям, которые идут в эти маковки, какие-то конкретные ионы на определенной скорости, на определенной высоте вылетают в окошки, а какие-то упираются в маковку, ну, там, вверх, и оттуда там собираются так что-то? Ну, либо они могут собираться именно в свинцовой крыше, потому что, вообще говоря, раньше делали эти крыши все свинцовые. Они золотые? А, они сверху золоченые. Так. Вот. Или могут быть даже не золоченые. А сейчас, в общем-то, есть разные типы маковок. Те, которые свинцовые, они вот как раз очень даже подходят для ловушек. То есть, сейчас есть массоспектральный анализ, который как раз вот таким образом разделяет ионы по массам. Вот. Но они потом попадают на фотопластинку и по интенсивности черточек определяют, какая, какого изотопа больше. Вот. А если мощность больше, тогда уже таким же способом можно разделять изотопы уже не для анализа, а для промышленной добычи. Просто в миллиард раз больше мощности, и уже добыча. Хорошо. Какие стояли внутри механизмы, которые создавали этот вихревой поток ионов и сверх, ну, доставали, эти драгметаллы могли как-то выделяться? Ну, вообще говоря, сама конструкция, она имеет в разрезе такую же приблизительно форму, как современный магнетрон военный. Ну, в микроволовках там поращенный магнетрон, а вот военный, там как раз из полуокружности. Точнее, ну, почти из полных окружностей. Вот. И, значит, когда происходит колебание электромагнитного поля, которое возникает за счет внутренней энергии эфиров Рода и Максвелла, то в электромагнитном поле ионы ускоряются. И если там все это правильно расположить, вот эти вот выступы, значит, резонаторы, то то, что вскипает и еще ионизируется, начинает двигаться в виде пучка, а так как это электромагнитное поле, то этот пучок идет по спирали. Ну, у магнетрона, несмотря на то, что у него есть форма, у него есть движок, который как бы создает эту... Так нет, это вот и есть резонаторный блок. То есть, внутри там катод. Ну, а в храме-то где этот резонаторный блок? А вот стены как раз вот с нишами. Нет, стены, стены – это форма, а резонаторный блок – это же какой-то механизм. Так вот ниша в стенах – это и есть резонаторные блоки. То есть, я просто мерил их параметры. Ну, должен быть какой-то резонатор, ну, какая-то должна быть... Так вот ниша – это и есть резонатор полуволновый. Ну, а что тогда запускает вот эту вот волну по этим... Что является генератором? Что является генератором? Так вот, генератором являются симметрично расположенные ниши. Кто импульс дает? Ток откуда идет? Как первоначально запускается? Ну, например, от двигателя летающей тарелки можно стартовать. Ну, а как? Если есть летающая тарелка. То есть, летающая тарелка в храме, что ли? Надо, может, просто сбоку подойти и подлететь, и запустить процесс. Нужно же только начальный импульс. Причем этот импульс можно даже без тарелки сделать. Просто большой птицозажигалкой, например. Пожалуйста. Разъясните сейчас Юлию Владимировне и в ее лице миллиарду женщин, какая у вас взаимосвязь? Как летающая тарелка подлетает? Ну, летающая тарелка – это тоже супермагнетрон. И от одного магнетрона можно прикурить другой. Так что одним автомобилем можно прикурить другой. Можно я задам вопрос? Зачем? Зачем? Ну, чтобы добыть дархметаллы и сделать еще 10 тарелок. То есть, прилетает одна, а улетает уже 11. Сейчас есть какой-то прототип, который демонстрирует этот способ добычи дархметаллов? Да. Есть, значит, так называемый микрорентгеновский анализ, который, значит, облучают образец, и дальше поток разделяют на изотопы и анализируют. То есть, вот таким же способом можно облучать грунт, но только не милливаттами, а гигаваттами, и ввести промышленную добычу изотопов. То есть, маломощные устройства у нас есть, а чтобы сделать мощный, нужно новую энергетику создавать, потому что старый энергетик слишком дорогую энергию дает для этого. Ну, хорошо. Даже, предположим, вот этот фантастический суперплан, что летает летающая тарелка вокруг этого храма, зажигает, потом собирает изотопы. А для чего эти дархметаллы собирать из земли? А потому что в земле их очень много бывает. Ну, хорошо, много, но это не для чего. А чтобы делать летающие тарелки, они все из дархметаллов сделаны. То есть, чтобы не ржавели, золотом покрывается, или платиной, чтобы высокая проводимость была, это тоже золото, медь, серебро. Ну, а галлий куда? А галлий – это суперкомпьютеры Арсенина Галлиевы, чтобы летающая тарелка не врезалась, ей надо быстрые мозги. Современные кремниевые компьютеры, они не успеют. А сейчас где галлий используются? У нас в светодиодах, в военных суперкомпьютерах. Вообще, можно посмотреть, там целый ряд применений Арсенина Галлия. У него очень высокая подвижность электронов, у этого соединения, и поэтому компьютеры на Арсении Галлии раз в 30 быстрее работают, чем на кремнии. А почему вы предполагаете, что это были именно инопланетяне? То есть, это не могло быть, там, ну, какая-то цивилизация, которая жила и вот была на планете, а потом была уничтожена? Ну, представьте себе, что вот сейчас вот наша цивилизация уже можно считать глобальной. То есть, мы уже можем добраться до любой точки планеты, ну, вот, не будем считать полюса, вот, а во все остальное это доступно. Так. И вот представьте себе, что сейчас все пропадет, да, и начнут, ну, окаменеют многие вещи. Вот, например, там, баночки от Пепси, какие-нибудь стаканчики пластмассовые, бумажные стаканчики, вот, глина попала, окаменела. Значит, на всех материках будут находить однотипные среды стаканчиков, баночек от Пепси, бутылочек. А мы можем найти однотипные среды на разных континентах предыдущих цивилизаций? Есть только локальные среды, скажем, Ика, есть такой город, камни Ики, знаете, там, оценивается 50 тысяч камней, где там нарисованы динозавры, там, всякие биологические эксперименты и так далее. Или там, скажем, остров Пасхи, Перу, ну, опять-таки, вот, это все локально. Где-то так, что вот везде однотипные по всем материкам были следы. Пирамиды, вот, например, в Китае, это они не такие, как в Египте. То есть там раздвоенные вершины в основном, такие встречаются. В Мексике там ступенчатые пирамиды. Сознается впечатление, что это были отдельные экспедиции разных цивилизаций, но никак не глобальная цивилизация на нашей планете. Только отдельные экспедиции. Экспедиции кого? Инопланетян. То есть там, может быть, тысячи инопланетян, две тысячи, вот, на остров Пасхи, например, прилетели, сделали там миллионы стуканов. Осталось после стрельб там тысяча. Ну и вот, ну и все, на острове Пасхи есть такие стуканы. А больше ни на одном материке таких нет. Значит, это была локальная экспедиция, а не глобальная цивилизация. А зачем были сделаны эти стуканы? Ну, ну, поддерживать форму, переливаться, стрелять, а потом эти стуканы, они на линзах все стоят и могут качаться. Значит, если у вас более мощный выстрел, то угол отклонения будет больше, и они еще измерительные. То есть, мишень, да еще и измеряет импульс. Получается, что можно совершенствовать оружие, пока там идет добыча трехметаллов. Вы же знаете, что там холмы есть на острове Пасхи? Вот там Баунга, Перехи, там еще всякие такие холмы. Они состоят из трахита, которого на острове вообще нет. То есть, если взяли с одного океана, переработали, и из пустой породы высыпали на остров, потому что это было проще всего. Где перерабатывали, там и высыпали. А на острове такого материала не встречается, такого минерала. Все то, что неизвестно, все очень интересно. Я там анализировал лица этих истуканов, и оказывается, что они друг от друга отличаются одной координатой. То есть, как будто они промасштабированы по одной оси. То есть, смотришь спереди, они все одинаковые. А сбоку смотришь, они более плоские, более объемные. Зачем вы так? А вот представьте, вы начинаете 3D-печатью делать лицо истукана. А нос отваливается, потому что там была трещина. Ну и что сделать? Просто его сделать более плоским, и все проблемы. Ну, это же не означает, что там каждый второй был бракованный. Да. А у них они стоят одинаковые, а там один более плоский, который бракован, а его просто по поясе сделали, и все нормально. Не знаю, лучше для меня проще объяснение. Это когда в русских сказках было «Найди по образу и подобию своего». То есть, когда там одна девица размножалась на множество, или там одна голубка на множество, и нужно было найти одну. То есть, они вроде все на одно лицо, но вот что-то, мушка сидела, или там чуть-чуть, какое-то отличие было. Ну, вот отличие-то одно. По одной кардинате. Только плоскость. Да, то есть, 3D-модель была в компьютере одна, но так как там, может быть, дефекты, они делали более плоско, масштабировали. Ну, может быть, это и не дефекты. Может быть, это как раз было для того, чтобы определить, что это вот первый, второй, третий, четвертый, и там, ну, как-то уметь отличать сбоку. Ну, это не функционально. А брак тогда делать функционально? Конечно, это же экономия времени. А если же компьютер? Это же экономия времени. Ну, мы предполагаем, что технологии сразу имели бракованные решения. А как заранее-то определить, там трещина есть внутри материала или нет? Так это же материал не вырезался, а склеивался. Из вулкана вырезался. Целиком эти статусы, все целиком. Прямо из вулкана. Там отрезана пятая часть вулкана. И по массе это, как раз, миллионы стуканов. Они нарежали миллионы стуканов 3D-печатью. И ты, если брачок раз, по площади, все, быстро-быстро. Ну, вот это вот такие, ну, предположим, как бы, для меня вулкан резать сложно, а вот, как бы, глину, я еще могу представить. Вот есть кусок глины берега, и я такого беру каким-то лазером и вот вырезаю из этого берега кусок истукана. Да. Ну, целиком истукан. Там есть истукан, и высота из 100 метров. Да, и у меня, получается, лазер ошибается, что ли? Лазер не ошибается, но там внутри материала трещина, и нос отваливается. Ну, так там же не нос именно, там же толщина самого истукана разная. Нет, 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 там только лицо. То есть, указал, как вы видите. Мы ушли в спор версий, когда Александр Юрьевич сказал просто факт, что он отсканировал фотографии, выявил идентичность. И моложил просто, то есть, видно, что меняется одна коррета. Здесь мы можем утопать в версиях. Ну, интересно же рассуждать про версии, как это можно сделать по прототипам. Александр Юрьевич тебе версию дает, она тебе не нравится, ты начинаешь спорить, а мы же спорим не о версиях. Я представляю, как это можно сделать. Ищу варианты, как это... Ну, можно сделать вторую истукану, а можно первую дожать, и все, и кому-нибудь время и материалы. Время главное. У них самая главная валюта – время. Да? Вот вы говорите «секундочку внимания», а они говорят «микросекундочку внимания». Откуда вы знаете? Потому что я вижу, что у них смена летающих тарелок, моделей идет раз в месяц. У нас автомобили раз в год, а у них каждый месяц меняются модели. Смена моделей летающих тарелок. Да, вот если на поля у Уиллсера посмотреть, когда сейчас печатает от летающих тарелок, и каждый месяц там новые модели, то есть они чуть-чуть усложняются, усложняются. Это вы говорите про круги на полях? Да, да, да. Что круги на полях – это след от летающих тарелок? Многие, да. Но не все. То есть есть несколько классов этих следов. Очень большой класс – это просто отпечатки летающих тарелок, потому что перед стартом надо проверить, двигатель нормальный, диагностику провести. Как это сделать очень быстро? Раз – к траве. И взлетел, и смотришь, какой тепловой след. Нет. Если он симметричный, значит, можно лететь. Если нет, значит, он чинит. А там же нету несимметричных. Как нету несимметричных? А вы видели ли Уиллсерский наутилус или вообще портреты есть? Ну, это же не проверка летающего средства, это же именно портрет, это как картина на земле. А вот когда розетки такие симметричные, вот это, скорее всего, проверка, диагностика двигателей перед стартом. То есть вы предполагаете, что существуют какие-то места, где делают летающие тарелки, и для того, чтобы их проверить, они вылетают на поля, и одна летающая тарелка, повторяющихся, это ведь нету. То есть только один раз, то есть вот модификация тарелки один раз села, даже там нигде не проверяется, никаких других версий нету, что она... Ну, как вот каждый месяц новая модель прилетает, и перед стартом она проверяет движок. Ну, может быть, она не проверяет движок, но... Ну, вы знаете, как вот автомобилисты проверяют тормоза? Они тормозят, и смотрят, следы симметричные, если симметричные, можно ехать. Так же они раз. Ну, там же есть одинаковые, получается, модели, то есть симметричные, несимметричные? Нет, модель другая, а тоже симметричная. То есть они симметричные, но модели разные. То есть он там есть с координатными двигателями, очень хитрый. Например, есть такие координатные двигатели, где пять двигателей симметричные. И они еще и шаговые. И поэтому, если вы дали какое-то число импульсов, и тарелка разогналась, например, до половины скорости света в каком-то направлении, то если вы дадите симметричные импульсы, тоже полмиллиона, то она как раз через столько же и остановится. То есть достаточно дать серию импульсов для разгона и такую же серию импульсов, что инвертированную, для торможения. И вы за минимальное время попадете из одной точки в другую, с нулевой скоростью. Вот с помощью шагового двигателя. И еще при этом квазислучайная траектория. Или даже вообще случайная. То есть они дают сначала случайную серию импульсов, и тарелка разгоняется по случайной траектории, ее нельзя сбить. А потом они инвертируют эту же самую случайную серию импульсов и возвращаются в точку с нулевой скоростью, заданную. То есть из одной точки в другую заданную точку по случайной траектории, просто считая импульсов туда и обратно. Разгон торможения. Когда говорят про случайные траектории, я начинаю очень сильно сомневаться, потому что это то же самое, как все произошло из хаоса. Ничего хаотичного и случайного не существует. Видели, как бабочка летает? У нее есть какая-то своя траектория, которая... Вот, она называется случайной. Потому что если она не будет случайной, то ее птичка просчитает и съест. А так она случайная, ее не поймаешь. Но, может быть, она для птички случайная? Ну, конечно. А для бабочки? Для бабочки, а случайная. Потому что она делает это самое, случайные движения, а потом, она же знает, куда ее лететь. А потом, она летит. Но по случайной траектории. Она называется случайной, потому что нет алгоритма просчета? Да, потому что просто генерируется случайная последовательность. Но потом, она на следующем этапе, обратно эти импульсы... То есть, обратно, как бы, сначала она идет случайно, а обратно она уже идет по алгоритму. Да, но дело в том, что она обратно идет по алгоритму по одной координате, и при этом случайно по другой. И поэтому все время случайная траектория получается, но по разным координатам. И поэтому вычислить невозможно. То есть, она возвращается на место, но по другой координате уходит в неизвестно куда. По магнетронам. Давайте еще пройдемся по магнетронам. Значит, вал у Гнитрова не совсем может быть для Юлии Владимировны доказательной такой вещью. Ну, там результаты масс-спектральных анализов показали, что там добывали галии. Потому что там в воде содержится галия в тысячекратной концентрации. А почему сейчас тогда не добывают из этой воды? Там нет родника, который, как бы, вот люди бы стали ходить и говорить, ой, здесь такая святая вода, и мы теперь пьем эту воду. Тут вот в чем проблема, что накапливается этот галий, может быть, тысячами, а может быть, и миллионами лет. И поэтому, ну, может добыть, через миллион лет надо подождать немножко и добыть еще там десять тысяч или там одну тысячу. Ну, а вы, получается, проявили экспертизу и получили, что сейчас уже есть этот превышение галии? Да, и при этом это в воде, а в грунте практически ничего нет. Вот, но через некоторое время накапливается. И вот лет шесть назад над Дмитриевским валом, как раз вот там, где в него входила эта самая река, там пересохшая река, от истока идет, и вот, и там видели летающую тарелку пол третьего ночи, она там висела несколько десятков минут. Вот, добывали, видимо, галией, вот, по мелочам уже. То есть, когда насыпали вал, это добывали по-крупному, а сейчас вот по мелочам там исток-то остался, но иссякающий. Ну, что они, да, каким образом? Ну, хорошо, предположим, 20 минут висела тарелка. Очень просто, значит, они светят характеристическим рентгеном, который ионизирует только галии. И галии становятся ионами, а вот, а ионы заряжены, их можно электрическим полем тянуть. Управляемая диффузия, и она из грунта, из растений вытягивает от галии, причем растения размягчаются. Вот я видел такие деревья, над которыми висели летающие тарелки, мне просто очевидцы рассказывали. Приходишь, а это дерево как тряпочка. То есть, когда ионы через него вылетают, они древесину портят, и оно становится как тряпочка, деревяшка. То есть, дерево вот так вот качается. Потом проходит несколько месяцев, оно такое затвердевает, там у него смола с овчицей, и оно так и растет. Вот, как отец бабы-яги. Ну, тогда, если видели летающую тарелку, это означает, что храм не использовали, этот ров не использовали. То есть, это все ненужные элементы. Если вы сейчас говорите, управляющая диффузия, это вот сейчас летающая тарелка сюда прилетела, и отсюда стала вытягивать управляющую диффузию. Летающая тарелка может вытянуть, например, тонну, а когда там по-крупному добывали, там добыли 10 тысяч тонн. Есть разница? Ну, я так понимаю, что... Можно просто пойти его на травинку сорвать, а можно взять и скосить все поле. Это разные технологии. Поэтому там грудку можно перерабатывать по-крупному, а можно по мелочам. Другая технология, более такая ювелирная. Можно рубить, а можно резать. Можно пилить. Можно. По поводу Маянских кодексов. Вы видели Маянский кодекс? Да. Какие Маянские кодексы вы видели? Ну, там значки разные. И при этом, значит, что-то считается календарями, что-то считается вообще непонятно чем. Там что-то, камень, например, там такая точность его изготовления, что... Понятно, что люди такое сделать не могли. Трехметровый камень круглый. И вот я там смотрел элементы, и они вот идут через определенный угол, и этот угол повторяется с точностью до долей градуса. Это ацетский календарь, он стоит в археологическом музее в городе Мексико, и он действительно там диаметром 3 метра. И главное, что угловые величины там очень строго выполняют. Там очень много повторяющихся элементов, и считается, что это ацетский календарь. Ну, у меня есть подозрение, что это какой-то технический элемент супермагнетрона, или вообще там целый супермагнетрон. Но, скорее всего, это элемент. Так что, скорее всего, это только один элемент из большого количества. Ну, в кодексах там нет таких элементов, которые есть в ацетском календаре, то есть они не повторяются. Ну, да. То есть и кодексы – это, можно сказать, как летописи, как книжки для майянской культуры, которые там сохранились в каких-то единичных вариантов, которые там можно каким-то образом хотеть посмотреть. Мадридский кодекс висит в Испании и выставляется в Музее Америки. Дрезденский кодекс выставляется в Дрездене, в университете, в Техническом университете библиотеки. Интересно бы их сравнить, потому что при сравнении могут какие-то отличия подсказать, что же это такое на самом деле. Ну, я как раз занимаюсь этим несколько лет. Вот я съездила во все три города, вот самые известные, и в Дрезден, и в Париж, и в Мадрид. Отфотографировала эти кодексы. Мы сделали, распечатали их, склеили, собрали, они же двусторонние, то есть они сделали на Маткале, то есть такой типа папируса майянского. И дополнила варианты, как могли бы быть изображены места, где они стерты. Потому что там есть определенная математика, по которой как бы можно это сделать. И мы сделали сетку этих кодексов, чтобы можно было каждый значок увидеть, как он повторяется, где он повторяется вновь. И дорисовала, получается, если там, например, у Мадридского кодекса стерты процентов 40, например, то сейчас осталось просто там, где белые пятна, там процентов, может, 10. То есть дополненная реальность, она позволяет посмотреть на кодексы и сравнить. То есть их можно раскатать. И вот в январе была выставка в Ноосферном музее на Армянском переулке. Мы там развешивали, показывали. И у меня есть они распечатанные, то есть мы сделали их двусторонние, чтобы можно было посмотреть. То есть они есть черно-белые, как у Кнорозова, есть цветные, как сфотографированные. Фотографированные фотографии и есть отрисованные, как они бы выглядели. Давайте посмотрим, действительно, интересно. Александр Юрьевич, ну а вот объясните по магнетронам и по храмам Петропавловской кепли. Если в Дмитровском вале, что являлось выпаривателем, вы говорите, летающая тарелка, то почему вы считаете, что Петропавловская крепость – это и есть элемент выпаривателя? В Дмитровском, там, где Дмитровский вал, там мог быть выпаривателем как раз вот мегалитический комплекс, который сейчас, скажем, выглядит как храм. Тарелка, она могла только, например, включать и перерабатывать. Даже не одна тарелка, это мог быть целый мобильный завод, который и грунт перерабатывал. Вот на полях вывелся, там иногда отпечатывают, сразу серия. Целый мобильный завод мог сесть и перерабатывать этот грунт. А Петропавловская крепость, там же просто южная стена – это две стороны правильного десятиугольника. То есть остальные восемь цунами смыло. А если дорисовать, то видно, что она совпадает с постройкой на другом берегу канала. То есть сохранился фрагмент на другом берегу канала, который является тоже элементом десятиугольника. И в Финском заливе там этих и десяти, и девяти, и пятнадцати угольников, там их много, там десятки. И от всех в основном осталось две-три стороны. Под углом, скажем, пятнадцать градусов, тогда это двадцати, не пятнадцать, а сколько, двадцать четыре градуса, это пятнадцатиугольник. А Петропавловская – это, значит, десятиугольник. Значит, какая там, сто сорок четыре градуса получается, да? Угол между сторонами. Вот, а дальше обрывается и пошло кирпичиком, достроили уже до шестиугольника неправильного. Так что вот Петропавловка – это остаток выпаривательного комплекса, который мог быть построен миллионы лет, там, скажем, 300 миллионов лет назад, или там 65 миллионов лет назад. А то, что внутри помещения, комнаты, коридоры… Ну, в многоугольник всегда можно зайти и там достроить что угодно, стены, комнаты. Нет, внутри стен находится помещение. А там могут быть резонаторные камеры. То есть это могут быть такие же вот резонаторные камеры, как в обычном магнетроне. Да вы же знаете, вот если магнетрон скрыть, там будут вот 8 комнат полукруглоса, ну, маленьких таких, для этих, для жучков, червячков. Ну, по сравнению с теми, кто делал эти супермагнетроны, люди как раз вот и есть, жучки, червячки. Дается найти в кодексе? Ну, вот здесь сейчас посмотрим черно-белый, да, вот, это страница номер, наверное. Вот, видите, такие точки и линии. Да, это точный-черточный код, нотация. Вы заметили связь вот этого кода с книгой «Перемен китайской» и другими? Ну, конечно, можно связать, что в книге «Перемен» используется рваная линия и прямая линия, да, но в данном случае это определенная математика. То есть от 1 до 13. Одна точка – это 1, две точки, два, черточка – это 5. Это понятно. Вот, то есть здесь что можно анализировать? Здесь можно анализировать вот эти вот символы. Это символы солнечной печати, их всего 20. Символы тонов, которые от 1 до 13. И символы вот таких вот человеков, богов, животных, каких-то непонятных товарищей, которые вот выглядят достаточно странно. И элементы, которые вот находятся тоже как значки, которые считаются, что это именно язык майя. А вы видели модуль инков майя? Модуль какой? А когда вот эти вот с точками и палочками по кругу расположены. Конечно. Вот. А это уже прямо вот книга «Перемены», этот модуль. Видно, что это одно и то же, только разные модели. Да, Хосе Ргуэль сделал большую работу, соединил «Календарь майя» и «Книгу перемены» «Дзин». Еще есть тоже работа наших русских ученых, которые соединили книгу «Перемены» и «Календарь майя». Вот. И это, можно сказать, что это некая, ну, единая духовная, смысловая, ноосферная где-то, может быть, как книга, в которой просто разные значки обозначали какую-то единую, единые смысл. А там, в общем-то, есть и техника в этом деле. Вот вы знаете про этот самый, как же это называется-то, «Ключ мира» называется? Такая бронзовая штуковина, она, значит, прорези в виде вот книги «Перемен», 8 штук там по кругу, а в середине свастика. И свастика есть и в модуле инков. Свастика есть во всех культурах, есть очень хорошо. Вот, но она окружена как раз вот этими элементами книги «Перемен». Вот, и когда я, значит, посмотрел номера, вот эти, по кругу, вот, и отложил на графике, то они прорисовали импульсы, то есть если это крутить вокруг свастики, то через вот эти щелочки будут проходить сигналы, которые, я график построил, и получились эти самые степенные импульсы. Ну вот. А что это такое? Значит, если сейчас георадаром просвечивают, используют треугольные импульсы, а мы заменим их на степенные, то после отражения они станут треугольными. То есть замена треугольных импульсов, современных радаров на импульсы, которые кодируют книги «Перемен», вращающиеся, позволяет глубже просветить Землю, даже на той же мощности. А так как у них еще и установки мощнее, то есть наши георадары могут на 7 метров просвечивать Землю сейчас, то их не на сотню, а то и побольше. То есть это просто элемент георадара, вот эта книга «Перемен». То есть свастика дает энергию, а эти прорисы, они позволяют формировать импульсы излучения. А мы можем это сейчас повторить? Ну, конечно, можем. Ну, тогда как? Только нам надо свастику-то включить, или рубиновый генератор хотя бы. Ну, а что, это же спиннер, просто он вращается. Нет, нет, вращать это, понимаете, что дело? Вот у вас, допустим, есть локатор, вы можете его вращать, но вам же сигнал же нужно сформировать. А чтобы сигнал сформировать, нужно включить источник энергии. Вот я его сделал, а чтобы включить, нужно экспериментатору зарплату заплатить. Он говорит, я без зарплаты не работаю. Вот в этом все и упирается. Ну, вот мы хотели показать, что здесь есть вот такие вот фигурки, которые как бы не похожи ни на человека, и больше нигде не повторяются, кроме как вот этих кодексов. Ну, это кицалькуатль же. Нет, кицалькуатль – это змей. Ну, физиология-то кицалькуатль. Нет. Это скатлипока. Видели, ты скатлипоку? Видели, конечно. Вот, а сейчас он такой. И почему у него такое тело странное, знаете? Почему? А потому что они уже мозг используют отдельно, а все остальное – это механика. То есть они тело заменяют на механику. Из каких-то металлов там, может, там какой-нибудь лосмии используют, иридии. И поэтому, когда нашего, так сказать, лепоку, то есть они что сделали? Они, чтобы самим не воевать на тарелках, они берут человека, под наркозом снимают ткани с терепа, облицовывают минеральными плитками, получается нефритовая маска типа. Ну, знаете, есть мозаичная маска, дискатлипоки. Я считаю, что при жизни облицевали, чтобы можно было эту голову держать в соленой воде, и она тогда может удерживать очень большие перегрузки. Потому что на воздухе человек большие перегрузки не может удерживать. А в воде уже может, потому что там вода, и здесь вода может более сильный перегрузки. Вы сейчас мне сказали, что нужно снять скальп, кожу. Ткани, не скальп, а ну да, ткани. Ткани сняли и облицевали минеральными плитками. А в глазницы вклеили контактные линзы из алмаза золоченые. И эти линзы, они на сетчатке дают четкое изображение, как обычные контактные линзы. А зачем снимать скальп, когда можно просто эту маску сделать на лицо? Представляете, что такое сидеть, например, 24 часа в соленой воде? А зачем надо сидеть в соленой воде? Потому что пилот летающей тарелки должен сидеть в соленой воде, чтобы удерживать большие перегрузки. А где это сказано, что в летающей тарелке должна быть соленая вода внутри? Ну, это логично, потому что в соленой воде можно удерживать большие перегрузки. А летающие тарелки, они очень большие перегрузки выдерживают. Пилотируемые. Но это только для нашего тела, а для инопланетян, у которых может быть другое тело, другие скафандры? Ну да, если это дятел, так у него голова и так 1200 же выдержит. Представляете, что дятел при ударе выдерживает 1200 же голова. И он все время долбится, и у скафанды каждый раз 1200 же. И нормально, ничего, база не работает. Но так как не все дятлы, поэтому кому-то приходится облицовывать плитками и сажать соленую воду. Но облицовывать только голову, там же не облицовывали руки, ноги? Да, потому что их нет. То есть там только передняя часть черепа, а сзади уже начинается система жизнеобеспечения, и дальше все металл. А ноги и руки? Все металлическое. Поэтому там одна нога такая, другая, другая. Потому что это металл, там что хочешь можно сделать. Одна пила, другая сипцы. Третья клешня. Как швейцарский ножик. Ну да, набор инструментов. Ну смотришь на эту, так сказать, липоку на этих кодексах, и видишь, что там просто набор инструментов вместо конечностей. Здесь руки, никаких конечностей нету. Ну как? Вот вы смотрите, короткое замыкание. Вот рука. Сейчас мы по фильмам, что ли, вам судить. Вот рука, спокойная рука. Вот рука. Вот рука. Вот голова. Вот что это? Это не голова. А это что такое? Голова. Ну вот это и здесь. А это? А есть, вот скажем, изображение пескочек руки, где видно, что там вместо ноги какой-то костыль. Ну хорошо, то есть мы можем сказать, что вот в разных вариантах по-разному представлено. А здесь вот у нас... Знаешь, что это были вот такие конструкции. То есть можно же сделать конструкцию с ногами, а можно сделать уже конструкцию с пилой и с клешней. Какие-то механизмы? Ну да. То есть тело механическое. А потому что оно может выдержать тысячи жертв, скорее. Перегрузки большие. Зачем? А чтобы победить, потому что кто быстрее, тот и прав. Ну это же старая концепция. Она может быть устаревшей, ее может быть вообще и не быть. Это может быть она сейчас появилась. Кто сильнее, тот умнее. А почему сильнее? Кто быстрее? Кто быстрее. Пока черепашка собиралась за бутылкой идти, там уже все выпили. Ну что, знаете, это не кто-то. А будете шуметь, я вообще не пойду. Кто быстрее, тот и прав, конечно. Все идет по пути ускорения. Ну сейчас тут сверхзвуковое... Что делали? А это выпаривательные комплексы. Так же, как пирамиды Египта, китайские пирамиды. То есть все пирамиды, это выпаривательные. Какую презентацию можно сделать культурному отделу Мексики, Перу? Можно смоделировать конкретно пирамиды. Я вот египетскую смоделировал, там видно, как оно, распределение полей. Видно, что можно прям под пирамидой прогреть еще в 10 раз больше месторождения. То есть там под пирамидой же сплошные эти самые каналы. То есть там все промыто, все месторождение. Это же Гиза, там, отложение мамулитов, которое произошло 65 миллионов лет назад, когда погибли динозавры и половина видов. И вот там и добыли какие-то драгметаллы. Причем Скляров даже следы Рейни там нашел. А Рейни – это драгметалл. А вы видели, кстати, у Жукова его книгу по поводу летающих тарелок? Он выпускал целую коллекцию. Я вот видел его ролик на Ютубе, где он показывал каменные летающие тарелки. Это вот модели. Я их использовал, в рассылке показывал. Потому что самое интересное я показывал в рассылке. Там, где все понятно. У меня есть такая книга с подписью всех этих... И это действительно очень интересно. Я была когда в Мексике. Там запрещено гидам рассказывать про летающие тарелки. И не разрешают вообще поднимать эту тему. Хотя у них очень часто видят жители. Ну-да. И эти месторождения, где эти летающие тарелки будут собраны. Тарелки, они прямо в симметрии, у них как у магнетрона. То есть они и восьмеричную симметрию могут иметь, и четверичную, разные. Ну вот интересно, что в Южной и Северной Америке у них как будто бы есть какая-то норма, что там видят эти летающие объекты. А в нашей стране как будто бы это не является такой как бы элементом культуры, что у нас не в сказках нет. Нет, в сказках-то у нас есть, вот Баба-Яга на котлежке пящей водой. На котлежке пящей водой. Это и есть летающий тарелок. Но это конкретный персонаж, у которого был свой инструмент перемещения. Там даже, значит, конкретный процесс описан добычи. То есть когда добываются драгметаллы, деревья кричат, земля стонет. То есть там все до белочей. Где? В сказках про Баба-Ягу. Когда добывают драгметаллы? А Белоснежка, Семь Голов, там конкретно гномы уходили по утрам в горы добывать золото. Там просто открытым текстом написано. Вот здесь ее читали? Нет, ну это же в земле добывание самоцветов и драгметаллов. Это нормально, но это не выпариванием же. А то, что они там все летающие, эти бабы-ежки, это очевидно. А гномы? Гномы, конечно, тоже могут летать. Однозначно. А вот музей лягушки в Дмитриеве видели? Там вообще на обложке лягушка в летающей тарелке сидит. Как отделить правду от книги в мире владельцев? О, это сложно. Это очень сложно. Ну только где-то своим внутренним чуйкой, что отзывается это или нет. Возможно... Турицы тоже можно подвести. И тут, конечно, разные люди обладают разным уровнем насмотренности, информированности, образования. Потому что можно говорить о том, что я это видел, я это знаю. А я не видел, поэтому я не знаю там. Все, что ты там говоришь, это может быть неправда. Ну да, но можно проанализировать, проверить логикой, аргументами, фактами. Ну если нет понимания магнетрона, понимания специфики работы магнетрона, то ты смотришь на храм, для тебя это просто стены. Ну да, конечно. И все. Или смотришь на Петропавловку. Даже если слово магнетрон ты знаешь. Или смотришь на Петропавловку, тебе не приходит даже в голову, что там угол десятиугольника. А если померить, а он там с точностью до соток долей градуса. То есть со спутника смотришь, угол в десятиугольник. А так вот с пляжи смотришь, а сколь ты знаешь какой там угол. Юрий Владимирович здесь посмотрел сюжет о том, что карты древности не могли быть составлены древнему людьму. Что это должна быть аэрофотосъемка. Конечно. Древние люди не могли карты составлять. И это означает вот это исследование, которое провел канал Просвет, сделав одиннадцать роликов, которые объясняют, что невозможно сделать эти карты. И даже современное оборудование не позволяет сделать с такой же точностью и с таким качеством, что сейчас у нас нет ни аэросъемки, ни такого количества техники. То есть нужен спутник, компьютер, фотоаппарат с высокой разрешимостью. Нужны эти бумажные печатные машины, где будут печатать такое качество. Сейчас такого всего нет. И после потопа просто все эти экспедиции просто проверяли изменения в насилии в существующей карте. И просто вот это исследование, оно как раз показывает, что цивилизация, которая делала карты мира, она обладала этими знаниями уже. Однозначно. Но сейчас это вот все стерто. Да не стерто, просто нам не дали этих знаний. Нет, стерто, уничтожены эти знания. Почему уничтожены? Просто нам не дали. Ну как уничтожаются? Уничтожаются летописи, уничтожаются воспоминания, уничтожаются люди. Подождите, подождите, а были ли летописи-то? Были. То есть техника-то была у инопланетян, не у нас. Не-не-не-не, вот в том-то и дело, что карты-то сделаны на русском языке, на латинице. Причем тут инопланетяне, на каком языке они писали карты для нас? Подождите, а написать карту, подписать это можно уже на любом языке. Ну как это? Он такой прилетел сюда, такой в эту точку приземлился. У вас как река называется? Вот так? А, сейчас мы это сделаем. Ну конечно, запросто. А вот в Америке у вас как называется? Так сколько надо так спрашивать-то всех? И знать тот язык, на котором говорят те, потом которые те, а эти, а потом на русском языке все это написать? А что, долго что ли? Конечно, долго. Подождите, подождите, там-то на своем языке, но перевести-то уже можно запросто. В смысле перевести? Все на русском написано. В том-то и дело. В смысле перевели на русский? Ну нет, это цивилизация, которая была на русском языке, и русский язык, и все это было написано, и вообще... Класс, ну так тогда вообще не надо морочиться на одном языке написать, это же легче, чем переводить там куда-то. Америки она вообще не была, она 200 лет всего. Вот именно, о чем и речь, о том, что была цивилизация, на которой был один язык, одна культура. Я считаю, что и Адам был русский, потому что все слова, которые у нас написаны, которые мы называем, все предметы, которые нас окружают, они имеют смысл. Там, медведь мед ведает, кузнечик, он кует там. То есть у нас у всего есть смысл. Конечно. То есть это не на английском языке было сказано. То есть у нас есть смыслы, которые имеют двойные стандарты. То есть искусственный интеллект. Почему проигрывает человек? Потому что у нас есть слова, которые имеют разную смысловую нагрузку в зависимости от фразов, в контексте, в котором это происходит. И, соответственно, у искусственного интеллекта этого функционала нет. И в этом он прямолинейный, туп. Нет, но местами уже появляется. Ну, конечно, он сейчас развивается другими темпами. Но мы сейчас с вами говорим о том, что технологии, которые были у этой цивилизации, вот по поводу этих карт, это могли быть те, кто тут жили, а не какие-то там инопланетяне, которые прилетели. И тогда в моей, например, карте мира все эти храмы, это были точки, которые соединены подземными ходами, которые соединены, единый архитектурный, архитектурный единый ансамбль в разных местах. Вот так вы можете, звезды крепости, они же тоже как бы на всей планете существуют. Вообще-то они из разных миллионолетий. И есть места, где одна звезда разрушена, на нее наезжает другая, потому что исток сместился, а она тоже разрушена, на нее наезжает третья, которая самый свежий исток выпаривала, и вот она, скажем, сохранилась. Например, на Мальте там такое наполставание есть. В Питере там такое наполставание есть, там где вот это вот, как это называется-то, не иншанс. Там же тоже три комплекса рядом. Причем один старый разрушенный, второй поновей, тоже разрушенный, третий уже на этом же месте, приблизительно на этом же месте, уже посвежее. Ну, в любом случае, когда говорят о миллионах, я в этом слабо верится, потому что нам искусственно увеличивают историю со всеми этими методиками определения времени и сколько все строилось, это искусственное увеличение. Ну, а вы видели звезду, которая частично засыпана геологическим процессом? Ну, есть, конечно. Я показываю. Был такой геологический процесс, был миллионы лет назад. Ну... Значит, звезда была раньше построена. А как ее засыпал? Ну, засыпал, вот у нас есть мнение, точка зрения о том, что у нас был там потоп, который там селью все засыпал. Ну, когда это был, вот этот потоп? Ну, предположительно, лет 300 назад. Даже в середине 18-го. Ну, посмотрите, это вот потоп где? Ну, по всему миру есть. Ну, а как же тогда есть объекты, которые имеют свою геологическую датировку? То есть там одни горы возникли столько-то времени назад, другие столько-то? Ну, это вот эти методики расчета, когда что возникло, они тоже были созданы недавно. И нам ничего не мешает нести туда какие-то ложные предпосылки, чтобы получались неточные результаты. Хорошо. Вы видели плату Наска с лигией? Да. Вы заметили, что там есть свежие линии, относительно свежие, там, несколько тысяч лет всего назад. А есть древние, которые уже все разбытые, расплывчатые, вот такие вот, которые уже засыпаны процессом геологическим. Им уже миллионы лет. Ну, я не соглашусь, потому что вот слово «миллион лет», оно звучит очень громко. Потому что вот мы только что поднимались на эту гору, и Ярослав Петрович смотрел туда сверху и говорит, ну, вот 15 лет назад здесь было пусто. Здесь не было ничего, здесь было открытое пространство. А сейчас заросло все лесами. Лесами заросло, да. Заросло лесами. Ну, подождите, ну, это же тоже, как бы, визуализация того, что все меняется. И если человек не знает, сколько времени нужно на то, чтобы все это заросло, то он, как бы, может сказать, это было миллионы лет назад. Не, ну, одно дело деревьев, которые могли вырастить там за 10 лет. А другое дело горы, которые явно имеют совсем другие масштабы. Там же можно же эти слои анализировать, и известно, какие горы когда возникли. Ну, это, ну, давайте, хорошо. Я сейчас, у меня нет инструмента доказать, что инструмент, который дает датировку гор, неверный, да, и поэтому наш разговор, он, как бы, имеет такой, ну, как бы, неточную, мы не сможем прийти к какому-то точному результату, потому что у меня нету козыря, да, который бы сказал, ну, вот, видите, у меня есть инструмент, и он дает более точный результат. Нет, ну, смотрите, вот мы с египетскими пирамидами начинаем разбираться. Ну, ясно, что не 300 лет, а построены. Ну, подождите, мы не говорим про постройку, мы говорим про то, что была цивилизация, которая строила, и 300 лет назад была одна реальность, а сейчас она другая. Ну, вот если сравнивать, скажем, египетские пирамиды и китайские, знаете, чем они отличаются? У китайских сверху насыпано уже осадочных пород метр. Вот они могут быть одного возраста, если эти стоят голенькие, а те уже метр осадочных пород. Ну, метр осадочных пород – это… 13 миллиметров в тысячелетие. Тут я бы сказала, что в туристических целях могли очищать, а китайцы даже не показывают их, даже на картах. Так они о них узнали в 45-м году, когда их самолет увидел американский летчик. Они до этого не знали, что они там пирамиды. Вот. Ну, вот это… А те, так как у них там пустыня, и там ничего не растет, и поэтому можно утверждать, что там они были ранее построены. А тут другой климатический пояс, по-другому находится, по-другому… Так, ну, представляете, какой возраст у китайских пирамид, если осадочные породы увеличиваются до 30 миллиметров в тысячелетие? Ну, это тоже самая фраза «культурный слой растет там один метр в тысячелетие». Так там нет культурного слоя. Я говорю о том, что фраза о том, что есть понятие культурного слоя и срок, когда он появляется. А сейчас выясняется, ни культурного слоя, ни этого нет, потому что это просто сель, которая тут все нанесла. И точно так же, тут пустыня, а там средняя полоса, и там просто все растет, и поэтому там зарастает. А в Мексике там полная этих пирамид еще масса, потому что там все настолько быстро зарастает, что там за два года такие непроходимые лианы, и что там ничего нельзя, даже какие-то археологические раскопки просто не могут быть реализованы, потому что все зарастает за один год. Ну, предположим, просто разная культура, ну, разная просто растительность по-разному там покрывает это все. Ну, а как быть с всякими радиозатоптанными методами, они же позволяют слои земли определять по возрасту. Там разложилось больше углерода, а здесь вообще аргон уже разложился. Ну, я только предполагаю, что методики расчета времени, да, они имеют где-то какую-то ложную предпосылку или ложные корректировки. Даже для того, чтобы увеличить историю земли, историю какой-то культуры, историю какого-то памятника, можно скрыть истинное... Ну, а как можно скрыть пирамиды, если они вообще не знали, что там, скрывать-то, если они не знали? Подождите, подождите, мы же говорим о том, что скрыть, они не знали, это одно, а скрыть историю, когда они появились, это другое, это два разных процесса. Ну, а как можно скрыть историю, если люди их не строили и не знают, кто их и когда построил? Как это можно скрыть? Это можно узнать, можно не узнать? Нет, во-первых, это все предположения. То есть, когда они увидели эту пирамиду и начинают предполагать, что нам кажется, что эта пирамида была построена миллион лет назад. Другие приходят с какой-то другой линейкой и говорят, что нам кажется, что это было 100 лет назад. Ну и начинаются какие-то научные споры. А как быть с теми геологическими процессами, которые вполне надежно датируются? Да не датируются, но нет единогласного. Ну как, когда появилось море, например, черное, это известно же. Ну это то же самое, можно сказать, что известно, что, не знаю, там... Что человек от обезьяны. Что солнце находится в миллионах километров. Ну это факты, которые нам дали один раз в детском садике и все. Ну вот, что календарь у нас из 12 месяцев. Известный же факт, известный. Все, можно не спорить. Как сегодня мальчик говорит, об этом лучше не думать. Вас это не касается, об этом лучше не размышлять. Ну это вот... Нет, но есть надежно установленные вещи. Ну, вот в том-то и дело, что мы сейчас живем в то время, когда надежно установлено оказывается, что это неверный факт. Ну просто неверный. Для тех, кто жил, не знаю, там 50-100 лет назад, надежный факт был, что мы произошли от непорочного зачатия от Иисуса и так далее, и тому подобное. А сейчас есть люди, которые считают, что эта точка зрения, мягко говоря, неверна. Поэтому мы сейчас живем в очень удивительное время, когда у нас есть возможность свобода мысли, свобода размышлений, свобода поиска, и старые идеи, и точки зрения, и факты могут подвергаться сомнению и находиться новые предположения. Но есть бесспорные факты? Ну, это, наверное, есть. Не будем отрицать очевидного, что наверняка это есть. Ну, почему бы их не изучить и... Вот, прекрасно. Изучаем, изучаем, изучаем. Но на протяжении 30 лет вы излагаете версии про ИОН, летающие тарелки, и не видно, не видно плеяды независимых исследователей, философов, умников, просто обиженных на власть поддержать вас. И нет, ну это... Каждая тварь по паре, каждый находится какой-то суратник и так далее. В вашем случае мы видим, что вы полагаетесь на научную некую документалистику, вот ИОН, вот разбитие по фракциям, еще что-то. Но не видно, чтобы кто-то сказал, да, да, я магнетронщик, я подтверждаю, это так. А почему? Я же сотрудничаю с оборонными заводами, и они все понимают. Ну это все ваши рассказы. Вот что я напомню. За спиной вот сотрудничаю с сарай, и там остатки лаборатории. Так, Кирослав Петрович. Да, и причем настроенная аппаратура, то есть можно проводить эксперимент, но зарплата-то нет. А без зарплаты... Не настроена, это с ваших слов она настроена. Настроена. Ну с ваших слов. Прям где настроена. Своими глазами видел, как работает. А больше почему-то никому это не интересно. Ну, подождите. Да, а вот Циолковский когда рассказывал о космических полетах, кому это было интересно? Да никому. Все вокруг смеялись. Да, Циолковский был вообще как бы, конечно, был как сказочник в свое время. И к нему относились вообще как к юродивому. А о гипотетической возможности? Нет. А о ракетах? О ракетах. Он даже говорил, что три ступени можно сделать и выйти в космос. А до этого считали, что нельзя. Да, материал о ведении был не готово. Поэтому кому он рассказывал? Крестьянам? Да кому еще рассказывать? Ну вот, не созрели обстоятельства. Ну может быть и сейчас ситуация кажется. Ну вот и сейчас тоже, что-то как-то слабо созрели обстоятельства. Что через сто лет, может быть, кушали, станет известным. Создали технологию, можно структуру белков определяет 600 тысяч в день. Кому это нужно? Приезжали представители фирмы Биософт из Америки. Мы с удовольствием десятки тысяч долларов заплатим, конечно. Не проблема. Когда кто-то возьмет ответственность на себя, что это все правильно. Будет научная статья, мы купим. Нет научной статьи, мы купить не можем. Но научная статья – это тоже профанация. Научная статья – это один из миллиона паззлов, которые требуются для внедрения. Нет, это стандартный путь. Как вот Дарья Деметьев сказала, что после научной статьи начинаются заказы стандартный путь. Но тогда ваша какая-то бездарная, что вы 50 лет живете, и только на склоне лет вот такие вспомнили, что «О, оказывается, статья же есть! Елки-палки! А чего ж я дурак-то не занимался?» Так я занимался научной статьей тогда, но сил не хватило, и потом у меня был больше акцент на энергетику. Я занимался энергетикой. – Скажи, все не так. Шишкин не так услышал это. – А что, Шишкин… – Ярослав Петрович, вы сели на своего конька? Давайте как бы немножко остановимся. – Мы подпиши на Шишкину, что это всем типа понятно. И я привожу пример, что нет, непонятно всем. – Да. – Что-то с этим надо делать. – Вот Шишкину было непонятно, что можно сделать пролет ионов больше 1,1 миллиметра. А я ему говорю, ну как же пучковое оружие-то работает на десятки километров. И все, и он после этого перестал уже даже и возражать, потому что в энциклопедии написано то проще, чего он спорил. – Возражать, вы знаете, как это, три правила 3D – дай дорогу дураку. – То есть, как бы если ты видишь, что перед тобой, ну, вот что-то такое, все разное, лучше спокойно отойти в сторону, а вы это говорите, он перестал реагировать. – Да. – Ну, может, он понял, что с вами разговаривать бессмысленно. – Ну, конечно, потому что он уже не со мной спорит, а с энциклопедией. – Ну, вы набрались тоже энциклопедии. Вы оспариваете все энциклопедические данные и тут же сами же… – Ничего я не оспариваю, все энциклопедические данные. – Ну, в общем, набрались из Википедии, которые… – Ярослав Петрович. – Советская энциклопедия. – Об этом Шарапов говорил, и мы это обсуждали. – Пучковое оружие действует в десятки километров, это известно. – Кто это еще сказал? – Энциклопедия. Это уже энциклопедия, понимаете, это даже не учебник какой-нибудь школьный. Большая советская энциклопедия, пучковое оружие, набираете и читаете. – А Леонид Александр Любович этого просто не читал. – Ну, не он один. – Да? – Да, вся страна получается. Если у нас нет технологии сбития дронов ионной, в энциклопедии есть, а оружия нет. Ну, тоже опять какая-то иронстика. – Потому что пучковое оружие дорогое, потому что современные источники энергии, они не предназначены для этого. – Вон, Австралия уже сделала, 50 килограмм сбивает на тысячу метров. – О, видите, как здорово. – Это уже так нормально. Повысь в 10 раз, да, то есть вес не 50 килограмм, 500 килограмм. Вот эти уже 10 километров. Неплохо так. – Ну, да. – Ну, поэтому это уже недорого. – А сколько это стоит, вы же не знаете. Может быть дорого вот такое сбитие такое. – Нет, они говорят, что стоимость выстрела – это доллар. – А-а-а, тогда точно не дорого. – То есть они ответили в статье, как бы. Понятно, что это не научная статья, а журналистский такой памфлет. Но смысл, что это уже давным-давно стало легкой, портативной, цена 3 копейки. – Ну, значит, что надо делать. – И сделала Австралия. – Да, потому что другие не делали этого, не верили, не хотели, не думали. – Ну, мы тут затрагиваем просто разные слои, которые могут не пересекаться, могут существовать параллельно, перпендикулярно, в разных плоскостях. И причины, почему сейчас так сложились обстоятельства, могут быть абсолютно разные. – Ну да, фирма может и разориться. – Подводя итог сегодняшней нашей встречи, можно сказать, что то, что нас окружает, вызывает массу интересных вопросов. То есть самое глубокое, наверное, наблюдение в том, что нельзя проходить мимо того, что вызывает вопрос. То есть нужно задавать вопрос этот и искать ответ, потому что оказывается, что, может быть, этот вопрос появился не только в вашей голове, а в чьей-то еще. И, может быть, кто-то нашел какой-то другой ответ. И тем самым, обсуждая это в разных кругах, в разных уровнях, мы сможем найти новые ответы, новые возможности, чтобы по-новому взглянуть на то, что нас окружает. То есть точка зрения Александра Юрьевича, что существуют инопланетные цивилизации, которые здесь на планете выпаривали и забирали драгметаллы, может иметь место. Потому что постоянно говорится о том, что с земли достают, увозят различные виды ценных руд, культур, золота и так далее. И куда-то там это все девается. Ну, мы с вами сейчас находимся в точке исследования, в точке изучения. Мы наблюдаем за тем, что нас окружает, задаем вопросы и ищем ответы. Спасибо большое. Глобальная волна Юлия Татьмянина, Александр Юрьевич Кушелев. Большое спасибо. Завершающее слово. Докладчик. Докладчик. У вас есть завершающее слово? Да, вот говоря о мегалитах, хотелось сказать, что недавно удалось в Аризоне обнаружить мегалитический комплекс, который на самом деле гегалитический. Потому что там один блок весит 35 тысяч тонн, если в Бальбеке одна тысяча, она 35 тысяч. А масса всего комплекса – миллиард тонн, больше даже. Поэтому добыли там, по моему оценку, где-то несколько кубических километров какого-то драгметалла. Это Аризона. Вот. Поэтому… Грань-каньон там же рядом? Ну да, это как раз там и есть. А вот Грань-каньон – это что есть такое? Это вот там добывали драгметаллы кубическими километрами. Как в Крыму ущелье? Да, там самая мостовая была, по верхнему ярусу, который сейчас весь осыпался. То есть там уже нижняя часть – это все добытый грунт. Точнее, из этого грунта добывали. А наверху была изначально выпаривательная площадка мостовая. Общая масса, которая больше миллиарда тонн, а блоки этой мостовой, прямоугольные, весили до 35 тысяч тонн один блок. Вот. И сейчас вот это начинают там показывать все эти нюансы. Там исследователи ходят и с квадрокоптера снимают эти блоки. И там же я обнаружил нового типа мегалит термоударопрочный. То есть при геотермальных процессах происходит сильный перекос температуры, и обычные мегалиты, они трескаются. А этот сделан как? Там из маленьких блоков, сравнительно маленьких, по несколько тонн, собраны такие подушечки выпуклые. И из этих подушечек уже собрана вся эта мостовая. И поэтому, когда там перекос температурный, он не трескается, а просто подушечки дышат эти из маленьких блоков. Фрактальный мегалит, там четыре уровня. Камни дышат. Подушки каменные, они составные, поэтому они приподнимаются, опускаются, но не трескаются. То есть там за счет выпуклости, там деформация выходит в другую степень свободы. И они вместо того, чтобы трескаются, они чуть-чуть приподнимаются, опускаются на полпроцента. Температурное расширение, оно полпроцента. И новый тип мегалита, который можно посмотреть, смоделировать, понять его свойства и использовать в современной науке и технике. Ну что же, это надо смотреть карты, это нужно смотреть вживую. Это нужно смотреть рассылку. Там все это уже систематизировано. Дорогие друзья, нас ждут открытия, исследования. К Шестопалову Анатолию Васильевичу большой привет. Да, большой привет точно. Появляется? Ну как он, тогда он выходит на связь? Ну нет, в гости. Ну вы же привозите. Автобусы? Ну конечно, все равно всех желающих, что делать это. С вертолетом. С летающей тарелкой. В общем, по календарям Майевых, какие-нибудь подвижки Юлия Вадимова вы для себя получили? Техническую часть заметили, что там есть техническая составляющая. Для чего эти кодексы расставлены? Насчет кодексов я пока затрудняюсь сказать, потому что символы можно использовать как угодно. А вот когда эти элементы расставлены по кругу, и так же, как в книге «Перемен», все это может вращаться и формировать импульсы для георадара, то здесь все понятно с технической точки зрения. А как эти символы дальше использовать, писать из них слова, это уже как бы не моя тема. Едем дальше. Я могу техническую часть отработать. Да, я думаю о том, что, конечно, с телефона, с компьютера это не увидеть детали, там слишком много мелких элементов, которые, конечно, лучше наблюдать вживую, в бумаге, посравнивать, чем отличаются эти кодексы, какие у них есть общие элементы. Если вы хотите увидеть, как Норозов это расшифровывал, черно-белый кодекс, какой он в Мадриде висит, цветной, яркий и красивый, и какие есть идеи для интерпретации. Мне кажется, это будет целое направление ученых, кто будет изучать эту тему. А я вот видел каменную стену, где прямо эти изображения, камни. Да, да. Да вот, и они как-то мне напоминают и эти самые кодирующие апертуры, которые вот в миноретах тоже там говорят. Вот 99 имен Аллаха. А на самом деле там просто кодирующие апертуры, которые позволяют регулировать режим вот этого выплазмого терриного комплекса, который разделяет изотопы. То есть там разные элементы, там свастики или там, скажем, символ типа АУ. Это просто кодирующие элементы, кодирующие апертуры. Они позволяют регулировать, контролировать процесс. Потому что там же электромагнитное поле получается. И это как бы вот кодирующая апертура, она позволяет это поле держать в режиме. То есть если оно выходит из режима, то добыча дархметаллов оборвется. Надо все время поддерживать струкий режим, чтобы ускоряющие напряжение было правильным. Скорость потока была правильная. Ну это слишком сложные рисунки, которые для того, чтобы удерживать вот это движение ионов, нужно просто его сдерживать в геометрические формы. Здесь каждый элемент имеет свою характеристику, и он имеет свой образ, свой символ. И он чуть-чуть все время там отличается, как будто там рукой нарисованный. А вот о той стене, о которой вы говорите, она действительно большая, я ее видела. И там как бы квадратики, которые вот как лист, не знаю, книги там написан. И там, конечно, это надо изучать, что это такое, но это только вырезанная какая-то часть. Очень похоже на кодирующую апертуру. То есть, так же, как вот сейчас делают рентгеновский телескоп, это тоже такая непонятная, на первый взгляд, структура. А на самом деле это просто вот контроль излучения. Ну, с другой стороны, говорят, что это какое-то послание, которое имеет какую-то характеристику и какой-то смысл. Ну, вот, и единственное, что это самое, что это очень сложно сделать в камне, да, то есть, это камень, который это не бумага, это не перо, это не краска, а именно в камне все это сделано. И вот, когда говорят, что вот это вот имя Аллаха, да, на Бедарите, то можно, конечно, ходить вокруг этой трубы Бедарита и читать «Привет, Аллах!», «Привет, Аллах!» И еще каждый раз на 90 градусов голову поворачивать, потому что там эти символы поворачиваются на 90 градусов. То есть, надо кувыркаться, ходить кувыркаться и читать, как обезьяна в цирке. Ну, это, мне кажется, к вопросу о том, что нам то, что было сделано и то, как это объясняется для чего, а сейчас это две разные вещи. Магнетрон тоже можно читать «О-о-о-о!». Ну, знаете, это как анекдот про Брежнев, который олимпийскую символику читал «О-о-о!». А я говорю, «Алли, это же олимпийские кольца!». Так же здесь, это же супермагнетрон, можно, конечно, не читать эти элементы, а можно просто делать магнетрон и работать с ним. В общем, мы где-то находимся в вопросе, каждый охотник желает знать, что здесь сидит фазан. То есть, если ты не знаешь правильный ответ, ты никогда не ответишь на вопрос, что же эта фраза значит. Поэтому мы, конечно, хотим сейчас все, чтобы яснознание стало нашей нормой жизни, и мы могли получать из ноосферы ясные ответы, для чего это было сделано, кем это оставлено. Когда? Когда это было сделано, и для чего мы сейчас это можем использовать, и каким образом нам это может приносить какую-то пользу и взаимодействие, сотрудничество между всеми землянами на планете. Да, в общем, короче, нужен вам кубический километр золота? Тогда повторяем установку инопланетян и добываем. Ну что, можно сказать на это? Конечно. Конечно, нужен. Кубический километр золота. Километр? Да, что делать это-то. Камера мотор. Мы находимся в Дмитровских валах, находимся в Дмитровском Кремле. Мы обсуждаем, как же могли создаться эти валы и встретили уникального молодого человека. Меня зовут Артём. Артём. Меня зовут Юля. Очень приятно. Ну вот, и мы решили взять у него интервью, спросить, как же всё здесь появилось, и он сказал, что там сейчас всё расскажут. Да, ну, это очень просто, по-моему. Чтобы построить такие валы, обязательно нужно очень много человек. И кто-то, тот, кто может ими руководить. Так. Много ума тут не надо. Просто, как по мне, вот эти валы, это как построить просто обычный замок из песка в песочнице. Но только на минималках получается, что... Ну, песочницы ты же ладошками там строишь, а здесь, посмотри, какая территория, сколько метров высоты находится этот вал. Ну, тут просто нужно очень много людей и очень много разных пособлений, которых тогда было предостаточно. Разные тележки, разные инструменты для копания. А где они взяли эту землю? То есть вот здесь тот же самый уровень, что и там. То есть это не отсюда копали. Это значит, откуда-то привезли столько земли? Не, ну, можно, допустим, вырыть где-то яму, а потом там получится какой-нибудь пруд, наверное, или ещё что-нибудь. В общем, водоём, да. То есть откуда-то привезли столько земли? Ну, точно не из другой страны, и не из другого города. Отсюда. Откуда же ещё? То есть должна быть какая-то большая яма? Да. И вёдрами, и телегами везли, чтобы сделать это. Да, всё, вёдрами и телегами. А века просто проходят, все вот эти вот данные озера осушаются, земля накладывается, идут дожди. Ну, как со всякими ископаемыми, тоже они все под землёй, глубоко. А ты вот сказал, что это сооружение, которое для защиты. Но мы же здесь видим, что защищается только храм, который тут внутри. Здесь же люди не жили, здесь нету зданий, помещений, здесь от кого обороняться? Кто хотел залезть в храм? Нет, почему же нет. От кого? Раньше тут были всякие домишки, небольшие, наверное. Наверное? Скорее всего. Но обычно при храме же не жили. Да? Не очень. Были монастыри, были... Тут монастырь, скорее всего, была монастырская территория. Да, монастырская, но это не означает, что монастырь надо защищать от набегов. Почему надо защищать вот место, где храм? Там же Бог, Он всех защищает. Монастырь защищали, потому что там были съестные припасы. Съестные припасы? Это же не склады. Склады для обеспечения братьев. Нет. Круглогодично заготовки шли. Склады в храме нет? Нет. Не в храме, в монастыре. В монастыре. В монастыре не можно. Ну, это не много. А вот если предположить, что в монастыре и храме были хранителями денег, что у них хранитель есть деньги. Раньше же банков не было? Да. Не было. Почему сразу там деньги хранились? Деньги хранились в казне. А где казна? Казна была... Где Дмитриевая казна? Ну, как где? Где был царь, там не была казна. А у Дмитриеви не было царя. Как-то не было. А кто здесь был? Князь? А кто здесь был? Не было князя. В храмах основное это то, что находятся святыни, которые могут подвергнуться разграблению. А почему не каждый храм осыпан таким валом? Ну, в каждом храме есть святыни. Везде есть старые иконы и древние какие-то знания. Почему именно в Дмитриеве сделаны такие валы, которые защищают? Не только здесь. А я первый раз слышу. Больше нигде не видел. Ни в одном. В Москве просто там каменное, а не из земли. Просто Москва это как бы столица, и там удобнее что-нибудь взять. А тут, нет, а тут просто камней мало, тут же болота всякие были. Да, Москва, Кремль он тоже менялся. Здесь просто осыпляет. Да, вообще он деревянный как бы был. Все меняется. И мы уже не знаем, что здесь было тогда. Но точно не то, что вы думаете. Ну, мы находимся в исследовании вопроса точно так же, как и вы. Просто то, что видим и изучаем. А вот, кстати, в музее лягушки там разные версии могут рассказать. Да? Вот мы сейчас тогда идем в музей лягушки. Спасибо большое за интервью. Артём. Андрей. Андрей, очень приятно. Спасибо большое. Там ходит Саша еще. Саша, очень приятно. Смотрите себя на Глобальной Вольне. На канале Глобальная Волна. Можно выложить на канал? Спасибо большое. Будем очень рады. Вместе еще. Все хорошо. До свидания. Ну, он бежал от нас. Я побегу. Все расскажешь. Я побегу к журналистам. Да, да, да. Я говорю, да не надо снимать. Он только говорит, а почему это не надо снимать? Снимайте. Молодец. Давай, давай. В общем, иди в эту сторону. Иди. Делай свой канал. Пиши о том, что видишь и знаешь интересного. Ну, что же, видите, друзья. Вот у нас есть дети, которые неравнодушны к новому. Интересуются, задают вопросы. Ну, проскальзывают такие фразы о том, что, а не надо об этом думать. А это не наше как бы дело. А это Бог сделал. Потом тут же. Ну, наверное, может быть, мы не знаем, как все было на самом деле. Поэтому все то, что неизвестно, ужасно интересно. И пока мы находимся как дети, с увлечением смотрим на этот мир, изучаем, для чего он, как он. Вот жилой сектор тут был, дома стояли. Но понятно, что здесь по сравнению с городом, то количество домов, которые тут стояло, оно минимальное. Ну, все равно это защитная функция таких зданий. Пиши, археологически исследуем на территории Дмитровского вала. Ну, это... Кремля. Слушай, им в голову не приведет версии Кушелева, что инопланетяне. Они даже рассматривать не будут эту заявку. Ну, конечно, конечно. Потому что вообще нет понятия в научном мире инопланетян. Конечно нет. То есть мы отправляем на Марс корабли, Луну, Венеру. Это нормально. А что в другие кто-то? Да, но это непринятая точка зрения. Поэтому ее рассматривать нельзя. Это запретная тема. Поэтому вот мы видим, вот они, археологические раскопки. Что же там внутри яме. То есть вот видим, еще есть стена, которая там была. То есть здесь что-то было раньше. Вот видны брожлини, каменные. Вот каменные кладки 1, каменные кладки 2. Да, но это, возможно, революционные вещи какие-то. Да, это тоже такой важный момент про... Весь раскоп. Все археологические исследования. Это смотри, какие тут дорожки сделаны. Черт, чему. Вот такой вот. Да, вон бетонная заливка. Ну что, кушали его? Да, теперь кушали его. Вперед. Стоп, снег. Значит, а какой вопрос-то был? Да, добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня Движний Мишегень, и мы начинаем экскурсию по месту частного музея Александра Юрьевича Кушлева. И у нас первый вопрос. Когда была сделана вот эта вот деталь? Вот эта или вот эта? Нет, вот эта, да. Вот эта из крючка. Это из крючечка. Из экосайдеров. Экосайдеров. Ну, это я пытался моделировать кольцевые молекулы, которые имеют датрифедрическую симметрию. Это ионы марганца. Вот, и поэтому из них получается, например, квазикристалл с пятеричной симметрой. Да, красиво. Ну, если кто-то запылился, то можно побычить. Да, да. То есть у нас сейчас мы с дизайнером 3D строим модель, он говорит, я придумал, смотри, какая круто сделала. А я понимаю, ну, в общем, парень, ты не нов. Ну, в общем-то, некоторые вещи они очень известны давно. Да. Это была сделана штучка в 92-м году. Вот. Ну, вот здесь такие из колечек ДДК-эндра, а из них уже собраны косайки, а это модель субъедницы вируса. Таких 256 и будет модель вируса. А здесь сколько? А здесь одна. А, таких 256. Да, вот таких 256 и будет модель вируса. А модель вируса? Ну, уже в точность, если там до атома. Так, 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 давайте, давайте, рассказывайте. А вот это вот? Это? Вот это, да. А это вот недавно была сделана, годы три назад. Это модель молекулы белка, фрактальная спираль белка. Вот здесь вот видно повторение вот таких вот штучек, это как вот молоточек и наковальня. Вот, это конвейер молекулярный, то есть собранным из конструктора Дементьева и Кошелева, это мы с Дарьей Дементьевой обсуждали, возник такой конструктор, удалось себе сделать. Вот, и из него очень удобно собирать фрактальные спираль белку. А вот это спираль получается, вот эта вот волна? Это я пытался делать спираль белка, ну, это 92-й год. Ну, это только вот основа, то есть только симметрия. А реальные уже модели белков вот из колечек там беленькие висят. Там тропонин С я собирал, то есть 8 тысяч колец, а это поменьше модели. Правда, белка была из 12 тысяч. В колеце, в каждое кольцо изображал электрон. А вот эти вот модели, которые... Это? Это что-то фото инопланетной разработки. Это значит, что в Таиланде есть воины-духи, которые вот с таких жилетов, на них эти ячейки, прям на жилетах, 5-литровые, штатные. И мне удалось их воспроизвести и провести эксперименты с фотошпышкой, где видно, что отражение идет строго обратно, как и положено в катафотах. Вот. И эффективность по отношению к нашим, вот у этого катафота в 4 раза выше. То есть у нас в 25 раз катафот может обратно отражать, даже с того, который на уне стоит. А этот может в 90-е. А кубик, кубик, кубики. А это оси симметрии модели эфира. Двойная решетка. А то есть это внутри еще... Да, это эфир имеет две подрешетки, вот я их обе скомбилировал. А вроде как платоновые тела, которые выстраиваются, они же говорят о том, что у эфира решетка в виде дедекаэдра. А из дедекаэдров, вообще-то говоря, кубическую решетку не построить. А решетки-то кубическую эфира. Потому что прямые углы их в электромагнитных волнах. Вектор электрический и магнитный перпендикулярны. И оба перпендикулярны вектора скорости. Так что там кубическая решетка, но двойная. То есть внутри дедекаэдра не может быть перпендикулярно? Нет, в дедекаэдре там может быть чего угодно, но решетка-то артаганда нет. Да, понятно, понятно. А вот этот вот символ, в котором как бы инь-янь или что-то вот четыре этих волны, это что это? Вот это, да? Да, три получается. Это трикветра. Ну это, вообще говоря, это копия супермагнетрона. Они могут быть очень разных форм, в виде свастики, трикветра, инь-янь. То есть это все разнообразности супермагнетронов, с помощью которых можно извлекать внутреннюю энергию фера. Ну и чтобы для этого сделать, точно из нужных материалов еще и включить. Да. Вот это слово «включить». Что значит «включить»? Там есть кнопка? Заставить генизировать. Ну вот я вам сейчас покажу один из резонаторов, который готовится к включению. Экс. То есть вот если здесь правильно ориентировать электричность прочь, то ударом можно его включить, если он будет вам правильный из серебра, но это камашок. Знаете, да? Больцы такие. Да, да. Вот. Это пьезо-материал, это синтетический класс. Но чтобы эту оптическую позь определить, точнее не оптическую, а электрическую, нужно единственную установку с кристалографией. Пока что эта установка нам недоступна. То есть то, что в кристалографии есть, оно у нас не подходит по размеру. То есть там только 15 миллиметров, а здесь походится 35. Вот такая вот штука. А вот эта вот модель адренальной шерсти из кабель-шерских пистолечек. А это тоже модель эфира, но только это модель как бы уплотненного состояния эфира. То есть он просто принцип такой же, но сделан не квадратиками, да, а калечками. Да, то есть это вообще говоря о модели эфира второго порядка. То есть в эфире первого порядка там по-другому элементы должны быть расставлены. Сейчас я попробую найти, где у нас модель. А, вот она на чертеже есть. Это модель эфира второго порядка. Вот эта вот. А это модель эфира первого порядка. Вот здесь другая симметрия. Здесь у нас 4 грани, точнее 6 грани куба, вот, а здесь только 4. Видно, да, вот раз, два, три, четыре. А 5-6-й не хватает. Да-да-да, а вот, значит, а как называется, где есть 6 грани? Это модель пика мира, то есть это, да, это уже эфир второго порядка. А это, надо, мира, это эфир первого порядка. Эфир надо, да, больше слова. И вот это, получается, демонстрирует в другом, в этом, в другой точке зрения. Нет, это уже там другой типу, а мы там, вот, если здесь волны должны поперечно идти, то по эфиру второго порядка уже продольные должны идти. А вот здесь. А это вот две проекции. Ну вот это, вот, вот я и говорю, что это просто в другой проекции то же самое. Да, и это две проекции, афтоганальный и аэксоганальный. С длиньями, с длиньями, с пьянкой, с длиньями. Здорово. Ну а вот это вот, вы заметили, такие штучки? Вот эти бисерные пояски? Да. А что это означает? А вот, возьмите вот такую штучку и сложите ее пополам. И так, чтобы вот на концах совпали одинаковые полоски красные. Ну и пусть она висит. И посмотрите, по всей длине совпадает. Какая погрешность? По погрешности одной бусинки 15%. То есть до шестую часть они друг от друга могут отличаться. А если посмотреть вот этот эталон, то по всей длине отличается не больше, чем на одну бусину. А при длине метр, это будет 2%. А если это будет 10 метров, то это будет 0,2%. То есть точность вот этого фрактального эталона в сотни раз может быть выше, чем точность одного элемента. Но с помощью таких эталонов, это вот фрактальный эталон со шкалой Нефертики. Слышали про Нефертики? Вот с помощью такого эталона с такой шкалой можно было построить египетские пирамиды. Вот эти по линейке. Правда, строил эти пирамиды Птах, а Нефертики у нее просто была копия на голове вот этого эталона. А почему здесь не разномерное деление? То есть здесь же может быть, что если бы они были красное, зеленое, красное, зеленое, но здесь есть, получается, еще белое и синее. Да, дело в том, что здесь фрактальная шкала, поэтому здесь есть крупные деревья, дюймы, это дюймы. А это десятые доли дюйма. То есть идет сначала 3 десятых, потом 7 десятых, получается, дюйм. Дюймовая шкала, потому что это бисер, десятый номер. Да, я спрашиваю. То есть вы хотите сказать, что вот это у вас разные шкалы. Разные шкалы. Там есть шкала Халумана, например, это бог обезьян, это шкала Халумана. Да. Календарь майя есть у вас? Календаря майя нет, но у меня есть шкала, так сказать, Лепоки. Знаете, такой бог, так сказать, Лепока? Красное белое, синий желтый. Ну, вот похоже. Вот это она есть, ага, а ты куда-то узнали-то сразу. Два сетчика прошли, да? Серьезные люди, оказывается, что тут в гостях-то. Интересно. Ну, есть там шкалы бога Ра. Вот это вот тоже интересно, да? Где радужная... Да, это индийская шкала, ну, вот это индийский, я его называю индийский таскотлепока, потому что у него тоже на глазах контактные линзы, вот, и если у таскотлепоки из Америки там золотистые эти линзы, то есть подзолоченные, то у индийского таскотлепоки, в савычках, у него белое, наверное, платино или чем-то тут быть. Так это интересно, потому что же прямо детям на бисероплетение не снять законы физики? Я вам больше скажу, что дети в школе, в первом классе, могут собрать сами линейку, которая будет точнее, чем золотская. Да. Потому что все упирается в технологию и качество бисера. Да, и если линейка будет мягкая, а не твердая, то тогда... Ей можно измерять из золотой поверхности. Из золотой поверхности. Кстати, вот это вот, вот это вот то же самое, но из китайского бисера, где бусинки могут отличаться в три раза по размеру. Заметно, заметно. Вот, ну а если вы проверите точность эталона, вот сложите пополам. Да, да, да. Нет, нет, нет. Даже вот так вот. Нет, не с этим, а вот сам с собой, пусть пополам сложится. И посмотрите, вот, насколько будут отличаться периоды. почти та же самая точность может быть там раза в полтора речь идет о делениях то есть деления совпадают красный с красным зеленый с зеленым вот получается что у нас погрешность китайского бисера уже не 15 процентов а 70 в три раза могут отличаться а точность эталона все равно практически такая же это вот чешский бисер сравниваем с эталоном размером другого бисера если у вас другой размер бусин то конечно размер то бусин меняется а сам эталон точный потому что деления совпадают а ширина это уже как бы дело десятое хотя ширина здесь тоже на самом деле довольно стабильная потому что то есть в среде идите по всей и по вертикали по горизонтали то есть влияние эталона неотвратимо то есть фрактальный эталон всем интересен что его точность почти не зависит от погрешности ребят а вот а вот вот эти вот колечки и же можно прямо ну как задание а вот эта штучка такая как 6 направлений нет выше вот тут нет 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 вот над этим крестиком вот это вот это да это модель молекулы кубана кого что есть такая молекула кубан куба а что это нет это углеводород вы есть циклы типа сырой сада не пушки а вот а это есть 3d цикл а можно такой сделать косинской конечно по я могу дать колечки больших количеств у меня будут а углы это пирожки дровичь сейчас я там не проблему фасе сейчас я принесу и дали пальцем У меня есть старая пластинка, я ее все время завожу. Приезжай, я по тебе скучаю. Приезжай, тебя я очень жду. Ты пойми, я без тебя скучаю. Ты поверь, тебя я очень жду в ВВП. Приезжай, мы все с тобой обсудим. Приезжай, мне прошлого не жаль. Приезжай, мы тут же позабудем все обиды. Только приезжай, у меня есть старая пластинка. Я ее все время завожу. Приезжай, я по тебе скучаю. Приезжай, тебя я очень жду. Я кручу эту пластинку, чтобы встретиться с президентом и рассказать о новой научной парадигме, что мы можем предложить всему мировому сообществу новое мировоззрение, новые технологии. Мы можем прекратить убивать друг друга и сделать так, чтобы все были сыты, здоровы, благоденствовали, путешествовали, самообразовывались. Росли дети, смеялись дети. И было мало негативных эмоций в нашей жизни. Ярослав Тарухин, это была репетиция трека «Приезжай». Стоп, снято. Второе, второе, второе марта? Третий. Третий марта 2012 года. Действительно, с нами не пропадет не только Россия, но и не пропадет весь мир. Мы дадим главарный проект, альтернативу, альтернативу всему занимающему капитализму, как товарищ Ленин говорил. Но он несколько ошибший в теории, сейчас в теории все понятно. Мы строим современное, инновационное русское государство. Это русский вселенский собор. Редактор субтитров А.Семкин